Привет! Ну что, погнали по древним храмам? На этот раз оправимся в Таиланд, в древний город Айутая, что когда-то была красивейшей столицей. Разводят туристы потяжелой. Да, хоть тайцы порядочные люди, но есть и исключения. Вот такая сила природы. Дерево поглотило голову Будды, прям как в Камбодже. Дерево поглощает целые храмы. Кстати, неплохое сравнение. Два очень крутых места, почему бы их не сравнить? Как смотрите на это? Делаем обзор в сравнении? Ну тогда погнали. Лесеньки есть очень крутые. Прямо должно было подниматься. Я думаю, в ближайшее время вот это здание и вот эта башенка падут, потому что они так сильно накринены. Здесь без преувеличения. Если ЮНЕСКО не займется восстановлением, то их совсем ненадолго хватит. Прямо на последних издыханиях. За один очень насыщенный день обойдем все самые красивые храмы. Расскажем про цены и где взять крутую одежду под такую локацию. Ну а так же пролетимся немного с дрона. Это видимо тоже была пагода, но разрушили. Ну а кто же разрушил такую красоту? И кто все-таки лучше? Храмовый комплекс Анкурват в Камбодже или древний храм в Айутая? Давай разбираться. Парк Айутая расположен в одноименном городе в 70 километрах от Бангкока. Выезжаем на автобусе ехать не более часа. Эта историческая воспримечательность представляет собой сохранившуюся часть древней столицы царства Аютье Сиам. Немного про историю этого места. Город был основан в 1350 году королем Романхибоди I, который приехал сюда из Лампури, где началась пышка Оспы. Правитель сделал Айутхою своей столицей. В течение четырех веков здесь поменялось более 30 монархов. Население выросло до 1 миллиона человек, среди которых были французы, португальцы, японцы, голландцы, англичане. Купцы и послы разных стран съезжались в этот важный торговый узел. К тому моменту Айутая стала одним из крупнейших городов мира. Здесь находились три королевских дворца, 375 храмов, 29 укрепленных фортов, 94 городских ворот. В Айутхое было прорыто около полусотни каналов, после чего их неофициально начали называть Восточной Венецией. По большей части здесь остались только фрагменты королевских резиденций и храмов, среди которых встречаются уцелевшие и реконструированные пранги и чеди. Вы уже начали проводить анализ, какой комплекс лучше? Если не были в Камбодже, то обзор есть на канале, обязательно сравните. Ссылочку прикрепляю. Лесенки здесь очень крутые, прям попробуем подниматься. Я думаю, в ближайшее время вот это здание и вот эта башенка упадут, что они так сильно накренены. Там то ли грунт провалился, то ли что. И прям очень сильно это заметно. Вот. Даже на видео видно, как наклонено. Там то же самое. Поэтому не знаю, сколько осталось еще. Какому наследию. Я все выше и выше забираюсь. Тут уже и железо сделано. Видимо, реконструкция была. Маски. Иди. Вот ушел в воду. Блин, как жалко, что вы туда. Там тоже свет горит. Очень обидно. Просто первых раунд, первых раунд. Просто шик. Такая вот крыша, если интересно. Не знаю, как все еще держится. И чуточку, даже не чуточку, а чуточку, прям гулять тут. И пахнет циристикой. Пусаками. Как будто с саками пахнет. Класс, конечно. Царица вышла. Короче, прочитали. Ну, попереводили, попозже скинем. Скинем. Это склеп. Это склеп. Ты че, не знал? Да. Я склеп. Нафиг, блин, я тут голая хожу. Пошли. Как интересно, я из кирпичики разложу. Скажешь, надо рассыпаться. Красота. О, летучую мышь. Еще одна башенька, которая распорно распорно упадет. Так почему же здесь все такое разбитое и кто в этом виноват? Это, видимо, тоже была пагода, но разрушили Ньянма. Да, ребят, скоро мы без этого наследия останемся. Вот. Они почти все наклонены. Шах меняется. Перелив. Скоро все попадают. Аж страшно подходить порой к некоторым. Здесь запах такой вот. Тут еще что-то подобие шифера видно лежит. Древнажднего времени. На стене. В 1767 году войска Бирмы практически полностью разрушили столицу. Сеансы не стали восстанавливать Аитаю и сделали главным городом королевство Хамбурри. В 1776 году было принято решение сделать руины древних городов историческим парком. Через 15 лет мы включили список всемирного наследия Юна. Раскрыто памятники нашли. Ничего даже не видно. Ничего не написано. Засечки не перенапрестались. Такие статуи. От самого конца вот эта все статуи. Вот одна очень хорошо сохранилась. Такие взголовья. Там вот уже целая осталась. Очередной заполнившейся. Такие вот окошечки. Окошечки. И квинк этот тоже гуляет. Во многих храмах вход платный. До 50 бат. Но есть выгодная альтернатива. Это комби-билет. Действующий на посещение 6 храмов. Он стоит всего 200 бат. Для сравнения. Билет в Камбодже на один день стоит 30 долларов. Переехали мы очень дешево. За 50 бат. Хотя наш тайец говорил, что потратите 200 на одного человека. Но тут же встречает эти тук-туки. Разводят туристов по тяжелой. Давай 1200 бат. И мы будем с тобой весь день. 4 часа. 5 часов. По-моему, говорим, а сколько оно время потратится? Потратили неизвестно. Короче, от 1, 2, 3 ели отбились. О, какое. Кувшиночки. Вот осы. И вот до очередного храма пришли. Здесь и денег, и времени тратишь гораздо меньше, чем в Камбодже. А по крутости, ну никак не уступает ей. Да еще и храмы ближе друг к другу. И такси-копейки. Главное держаться подальше от тук-тукеров, что пытается наживиться на туристах. Как будто идешь в городе, в старом. Почему как будто, не знаю. Причем хайки мы с нами положим лучше, чем у нас сейчас. Ага. Так, стеночки опять накремились. Класс. Также не можем изменить, что народу тут в разы меньше, чем в Анкарват. И сделать классные снимки совсем не составит труда. В Камбодже нервов оставили на пару лет. Просто муравейник. Также обидно и досадно, что нельзя пользоваться дронами на территории храмов. Я вообще не понимаю, как пластиковая лукашка может навредить каменной глыбе. Не укладываться в моей голове. Гулять, конечно, комфортно утром и вечером. Днем жара доходит до 40 градусов. И удовольствия от прогулов не так много. Но эти храмы того стоят. Это одно из самых крутых мест, где мы побывали. Так, ну что, немного полетаем. Продолжение следует... Ай, я же обещал рассказать, где можно взять крутую одежду под стать этому месту. Исправляюсь. Возле некоторых храмов можно взять в аренду или купить традиционные тайские наряды. Даже и зонтик из бамбука. В них, конечно, фотки гораздо атмосфернее. Пытаюсь красиво заснять, но, блин, солнце диктует свои истории. Свои правила. Айутая делится на две части. Современную и историческую. Современная часть небольшой городок. Здесь гостиницы, магазины, несколько производственных предприятий. Даже Starbucks и Amazon можно найти. Историческая часть является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Она мывается тремя реками и находится практически на острове. Старый город утопает зелени. Здесь множество аистов и бродячих собак. Поездка в ЭТАЮ понравится всем, кто хочет побольше узнать о тайской культуре и о буддизме. Компании, которые занимаются организацией различных экскурсий, смогут предложить несколько вариантов интересных однодневных поездок в дальнейший город Таиланда. Ну а как по нам, то лучше делать все самостоятельное. Так никто тебя не будет подгонять и торопить. Бесит, когда они так делают. Некоторые храмы были сооружены в хмерском стиле. Многие, хотя и лежат в руинах, по-прежнему величественные. Здесь немало изображений Будды, включая изображения в храме Ват-Пха-Миро из Шириланки. Говорят, этой статуя 1300 лет. К сожалению, многие фигуры были повреждены бирманскими захватчиками. К тому же, совсем недавно похитители сокровищ украли несколько голов в статуи. Тем не менее, для тайцев это священное место. Здесь они облачают фигуру Будды в желтое деяние, разбрасывают лепестки цветов и ждут на колонии. Даже не знаю, какими нужно быть людьми, чтобы разрушить такой величественный город и разбить священные статуи. То же случилось и в Камбодже. Все статуи побиты. Вот мы подошли к голове Будды, что вросла в дерево. Честно, мы нашли ее только на обратном пути. Совсем незаметная достопримечательность. Ориентируйтесь по толпе. Где толпа, там и голова. Захватчики бирманцы повели себе в Айтеек, как вандалы в древнем Риме. Они не пощадили ни одного храма. Символом окончательного захвата стало осквернение и разрушение тысячи скульптур Будды. Отрубая их головы, они лишали фигуры души, что с точки зрения верующих является особым кощунством. Некоторые из этих оскверненных статуй сохранились до наших дней. Тем не менее, это место не потеряло своего шарма. Наоборот, это история. Пусть и кровавая, но история. Если вы ценитель древних храмов, то вам обязательно следует посетить это место. Тем более, пока большинство храмов еще стоит. Если подвести черту, чтобы посетить лучше Аютая и Ангарват, то наш ответ – оба. Обязательно посетите оба храмовых комплекса. Это просто волшебные места. Продолжение следует... Продолжение следует...